Особняк купца Адриана Винокурова Считалось, что деревья на территории уже вырубили и в список ЮНЕСКО этот памятник никогда и не входил. Но то, что здание разваливается, видно невооруженным глазом. Кровля крыши обвалилась, обрушив межэтажное перекрытие и пол. Но власти уверяют, хотят подарить памятнику вторую жизнь. Составлена проектно-сметная документация. Экспертиза Алтайского края получила положительная оценка. Поэтому мы сейчас ждем, как решится вопрос об инвестиции этого мероприятия. Мы готовы проплатить свою долю муниципалитет, чтобы все-таки восстановить. Ну, конечно, нуждается в ремонте здания, в реконструкции, в ремонте. Мы ждем, надеемся, что в ближайшее время что-то изменится. Потому что здание на самом деле уникальное. Часть помещений здания занимает Кровеческий музей, художественная школа и пожарная часть. Арендует здесь площади и местные предприниматели. Некоторые, кстати, проводили частичный ремонт за свой счет. Но весь особняк им не осилить. Проведение этих работ предписано собственнику охранным обязательством. К нами был сделан запрос о намерениях собственника по исполнению требований охранного обязательства. Собственник подготовил полностью весь пакет документов. Этот пакет документов мы уже отсмотрели. И он направлен в Министерство культуры на включение этого объекта в краевую адресную инвестиционную программу. Пока в планах отремонтировать крышу, которая находится в аварийном состоянии. В дальнейшем восстановить все здание. Правда, о точных сроках реставрации говорить пока рано. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком.